Антициклон, который погрузил нашу страну в тропический зной, продержится до конца августа. Из плюс 18 начался этот день. Что же дальше, расскажу вам я, Ирина Ромбальская. Метеогид погоды не сделает, но с прогнозом точно все будет ясно. Лето прощай, когда наступит некалендарная осень. Наши метеогрядки, как защитить растения в знойное лето. Актуальный прогноз погоды на предстоящую неделю. Осень начнется осенью, а пока у всех на устах горячий август уходящего лета. И если для большинства прогноз погоды только напоминание взять зонтик, то для синоптика большая ответственность. И летом как никогда легко попасть в просаг. Хорошо, что наш Рябов всегда ответит. При составлении прогноза он смотрит на погоду в Белоруссии и Европе, используя численные модели прогнозирования погоды, спутниковую информацию и данные метеорологических локаторов. Каким будет начало осени, узнаем у него прямо сейчас. Действительно, жара уйдет вместе с летом. А первый осенний месяц окажется на уровне климатической нормы. Осень придет плавно. Обычно в конце первой декады сентября происходит переход средней температуры воздуха через плюс 14 градусов в сторону понижения, что знаменует конец календарного лета. По предварительному прогнозу, среднемечная температура воздуха в сентябре ожидается около климатической нормы. От плюс 11 градусов по северо-западу до плюс 13 по юго-востоку. И по сравнению с августом понижается на 5 градусов. В дневные часы чаще всего воздух прогревается до плюс 15, плюс 19 градусов. В самые теплые дни в половине лет до плюс 23, 27 градусов. Наступает так называемое бабье лето. Однако в конце сентября в северных и северо-восточных районах уже отмечаются первые осенние заморозки. В сентябре обычно отмечается от 3 до 8 дней с туманами. Грозовая деятельность ослабевает и в среднем наблюдается до 2 дней с грозой. Месячное количество осадков предполагается около средних многолетних значений. Лишь по северо-востоку немного выше нее. В среднем нас ждет от 11 до 15 дней с осадками. По северо-востоку до 17. При сильных похолоданиях в конце месяца возможен даже и мокрый снег. Кстати, самая низкая температура воздуха, минус 8,5 градусов, была зафиксирована в ночь на 29 сентября 1996 года на метеостанции Полесской Брестской области. Самая высокая, плюс 33,7 градусов, была отмечена днем 8 сентября 2008 года на метеостанции Ельчицы. И в заключении предварительный прогноз погоды на начало учебного года. 1 сентября облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдут небольшие кратковременные дожди. Под утро слабый туман и видимость до километра. Влажность до 70%. Ветер северо-западный, северный, умеренный. Поэтому, собираясь на утреннюю линейку, не забудьте одеть более теплые вещи. Жакет, пиджак или куртку. А температура воздуха в утренние часы от плюс 9 по северо-западу до плюс 12 градусов по югу. Днем ожидается плюс 12-17. К вечеру на 2-3 градуса прохладнее. И уже можно точно сказать, что лето оправдало ожидания. А нынешний август в Беларуси – один из самых жарких и засушливых за последние 10 лет. Ограничения на посещение лесов введены почти во всех областях. Ну а что ждет Европу в ближайшие дни? О синоптической ситуации на предстоящей неделе расскажет Дмитрий Рябов. На следующей неделе в большинстве стран Европы сохранится теплая погода. За исключением стран Восточной и Северной Европы. Куда придет уже по-настоящему осенняя, прохладная и сырая погода. Быстрая смена атмосферных процессов установит неустойчивый характер погоды. Дожди, порывистый ветер, перепады атмосферного давления и температуры воздуха. Итак, в странах Центральной Европы погодные условия будут определять малоактивные атмосферные фронты. Вслед за которыми с северо-запада на юго-восток будут смещаться более прохладные и влажные воздушные массы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Временами будут проходить небольшие кратковременные грозовые дожди. Под утро слабые туманы и видимость до километра. Ветер северо-западный умеренный, а температура воздуха в разгорня плюс 22-27. В странах Южной Европы сохранится жаркая погода. Днем 27-33. Страны Западной Европы будут находиться в поле высокого атмосферного давления, по периферии которого с юга на север продолжат поступать очень теплые воздушные массы. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Под утро слабые туманы, видимость до километра. Ветер южной четверти умеренный, а температура воздуха днем плюс 28-34 градуса. Страны Северной Европы будут находиться также в поле высокого атмосферного давления, по периферии которого с севера на юг будут смещаться холодные воздушные массы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Временами будут проходить небольшие кратковременные осадки различной интенсивности. Под утро слабые туманы, видимость до километра. Ветер северный, умеренный, временами порывистый. А температура воздуха днем ожидается плюс 10, плюс 17 градусов. Страны Восточной Европы большую часть недели будут находиться также в поле высокого атмосферного давления, по периферии которого с северо-запада на юго-восток будут смещаться влажные, неустойчивые, прохладные воздушные массы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Временами пройдут небольшие кратковременные дожди. Под утро слабые туманы, видимость до километра. Ветер северо-западный, северный, умеренный, временами порывистый. А температура воздуха днем всего лишь плюс 12-17. По югу на пару градусов теплее. Почувствуй справедливость. Дальнуга, карамель и молочный шоколад в новом батончике «За Спартак». «За Спартак». «За справедливость». Практически погодный день суркан. Днем около 30, ночью плюс 17. Большие города превратились в каменные джунгли. Горожане изнывают от жары. Чуть легче в сельской местности, но и там есть пострадавшие. Зеленые растения на огородах сами никуда спрятаться не могут. Как уберечь посадки от палящего солнца, узнаем у нашего народного садовника. Здравствуйте, Ирина. Август месяц в этом году выдался аномально жарким. И растения испытывают крайний стресс от жары и от недостатка влаги в почве. И сегодня расскажу вам о том, как защитить растения от таких экстремальных условий. Существуют различные агротехнические приемы, которые помогают растениям справиться с жарой и засухой. Первый прием, который помогает растениям, это, конечно же, полив. Но полив может быть как полезным, так и вредным. Нужно соблюдать определенные правила полива. Во-первых, поливать растения лучше в утренние часы, либо в вечернее время. Если поливать растения в дневные часы, то почва слишком горячая. Она нагревается от солнца, и при поливе вся влага попросту будет испаряться. И растения не получат необходимой влаги. Такой полив не принесет никакой пользы. Поэтому поливайте растения либо утром, либо вечером. Существует определенное золотое правило полива. Лучше растения полить реже, но обильно, чем часто и по чуть-чуть. Дело в том, что поливая растения по чуть-чуть каждый день, мы промачиваем только верхний слой почвы, и растения развивают поверхностную корневую систему. И при засухе они не могут потреблять, доставать влагу из глубоких слоев почвы. Если же поливать растения редко, но обильно, будет пропитываться весь слой почвы на большую глубину, растения будут развивать хорошую мощную корневую систему, и будут в достатке потреблять влагу из почвы. Будут более устойчивыми к жаре и к неблагоприятным погодным условиям. Второй агротехнический прием – это мульчирование. Мульча – это любые органические составляющие, например, сено, солома, либо скошенная трава, а также нетканные материалы типа спонбонда и агроволокна. Такими материалами застилают почву на грядках, в итоге не прорастают сорняки, а в почве сохраняется влага. Однако мульчирование нужно делать заблаговременно, когда почва влажная. Если застелить мульчу на сухую почву, то эффекта никакого не будет. Многие огородники и садоводы стараются содержать свой огород в идеальном порядке и выпалывают все сорняки. Однако в жару с прополками можно и повременить. Сорняки можно выпалоть, когда пройдут дожди. Дело в том, что если выпалоть сорняки на грядках, почва останется голой. Она будет нагреваться на солнце, иссушаться, и растениям только будет становиться хуже. Поэтому временно не пропалывайте грядки. Пусть на них порастут сорняки. Они будут сохранять влагу в почве и притенять наше растение. Не дадут перегреваться почве. Также существует еще один способ борьбы с жарой. Это притенение растений. Особенно это актуально для теплиц. Ведь в дневные часы в теплице температура может подниматься выше 50 градусов тепла. А это очень негативно сказывается на урожае. Плоды, томаты, различные перцы, баклажаны, они попросту могут испечься на солнце. Поэтому в дневные часы теплицу лучше притенять. Для притенки используют притеночную сетку, либо белый спонбон. Для растений, так же, как и для людей, жара и засуха – это экстремальное погодное условие. Поэтому в обязательном порядке обеспечьте полив, обеспечьте мульчирование, либо притенение растений в жару. И тогда вы останетесь с урожаем. Спасибо за внимание и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин ВОЛО следует 29 августа и 1 сентября. Смена привычного образа будет удачной и сделает внешний вид более привлекательным. Уделить внимание улыбке и запланировать визит к стоматологу стоит на 1, 2 или 3 сентября. Незначительная солнечная активность ожидается 29 августа и 1 сентября. 4 числа – более сильная магнитная буря. В августе и сентябре в Агорозе еще уйма дел. 30 августа собирайте урожай плодовых. Еще можно прививать растения. 3 сентября – прекрасный день для закладки нового сада. В этот же день можно рассаживать многолетние цветы и заготавливать лекарственные растения. Недолговечная красота. Природные шедевры на пляже на юго-западе Великобритании создает семья из 4-х человек. Используют разноцветную гальку, ракушки, камни и цветные стекла, отшлифованные морем. На работу уходят от 4 до 5 часов. А вот на то, чтобы сфотографировать получившихся различных животных, насекомых, цветы и просто абстракции, иногда не хватает и пары минут. Творения уносят волны. Кстати, наше лето пока еще дарит яркие краски. И хотя осень на пороге, природа не потускнела. Впрочем, полны красок и фотографии, присланные в рубрику «Стоп-кадр». Пришло время подвести итоги. Напомню, из множества снимков мы выбрали 10. Каждому присвоили номер. Затем с помощью генератора случайных чисел определили победителя. На этой неделе приз забирает Ирина Самущенко из деревни Головачи. Ирина любит открывать для себя новые места. Красивые локации вдохновляют ее сделать красивый снимок. Как и обещали, приз от телеканала «Зон» с логотипом ОНТ. Сегодня же отправим победителю. Кстати, буквально через две недели, в день рождения нашей столицы, мы разыграем специальный приз. Самокат, на котором можно будет кататься до холодов и с ветерком въехать в новый сезон. Но чтобы он достался счастливчику, надо сделать и сфотографировать фантазийный букет, который должен напоминать о нашей стране. Тем более, что составляющих сейчас хоть отбавляй. Колосья, цветы, грибы, ягоды. Не ограничивайте фантазию. Публикуя снимок в социальных сетях ОНТ и Инстаграм, не забудьте поставить хэштег «Букет для Беларуси». Это обязательное условие. Победителя выберем 10 сентября в программе «Метеогид». А сейчас самое время узнать у Дмитрия Рябова, какой будет погода на следующей неделе. В последнюю неделю лета блокирующий антициклон вызвал много проблем. Это жара, духота и почвенная засуха. Средний температурный фон по стране до 10 градусов превышает климатическую норму. Финал лета ознаменуется последними погожими, жаркими летними выходными. Но в середине следующей недели лето сменится осенью. Всего за одни сутки. Еще в понедельник в большинстве районов сохранится теплая погода. Переменная облачность. По северной половине велика вероятность летних грозовых дождей. Ветер западный, ночью слабо, днем умеренный. Влажность до 70%. Ночью 12-19 градусов. Днем от 18 по западу до 31 по юго-востоку. Со вторника медленно начнет прорываться холодный атмосферный фронт, вслед за которым постепенно начнут распространяться более прохладные воздушные массы северных широт в сопровождении дождевых облаков и порывистого ветра. Влажность до 70%. Ночью плюс 10-17, днем во вторник от 19 по северо-западу до плюс 27 по юго-востоку. В среду от плюс 12 по северо-востоку до плюс 24 по юго-западу. С наступлением календарной осени нагрянет и осень метеорологическая. В начале второй половины недели погодные условия станет определять циклон с центром над северо-западными регионами России. Облачно с прояснениями. По северной половине дожди. Промозглый северо-западный ветер. Влажность до 80%. Температура под утро не выше 7-12 градусов. В дневные часы станет непривычно холодно. В четверг всего 12-19. В пятницу 12-16. И предварительно. В первые осенние выходные за погоду станет отвечать атлантический циклон с центром над севером Европы. И связаны с ним атмосферные фронты. Проходя через Беларусь, они принесут кратковременные дожди и грозы. Влажность до 90%. Под утро непродолжительные слабые туманы. Видимость до километра. Ветер северный, умеренный. Ночью плюс 5-10. Днем в субботу. 13-18 градусов. Воскресенье 15-20. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Еще больше погоды, еще больше Дмитрия Рябова в нашем телеграм-канале. Хотите узнать прогноз на следующий день? Рябов ответит. Так называется еще одно наше место встречи. Кстати, до конца лета мы разыграем еще один последний комплект призов среди подписчиков канала. Победителю достанется комплект сумок и беспроводное фирменное зарядное устройство. Не забудьте подписаться сами и приглашайте своих друзей. Розыгрыш состоится 9 сентября. Все подробности в телеграм-канале Рябов ответит. А мы увидимся ровно через неделю, чтобы не обсуждать или ругать погоду, а строить планы в соответствии с актуальным прогнозом. Мы не предсказываем, мы прогнозируем. Хорошего субботнего вечера!